Друзья и господи, после третий рейтинг, мы идем к правительственной карте для взаимодействия. В силу вашего победителя, Павел Гордеев! Хотим поздравить бойца «Нового потока» Павла Гордеева. Павел, крутой бой закатили. Спасибо большое. Мне очень понравился. Но первое, что очень сильно бросалось в глаза, ты был визуально почти в полтора раза меньше своего соперника. Не было ли мысли у тебя уже спуститься на весовую ниже? Я, наверное, умру просто в 66. Я не знаю. Я очень набираю много веса, на самом деле. И я не знаю, почему я такой маленький. Но вот так получается, просто я не знаю. Ну, я пока выступаю в 70. Там дальше видно будет. Посмотрим. По ходу боя был такой момент, когда ты ударил лоу-кик и попал в щит. И мне показалось, что у тебя даже колено чуть-чуть вышло. Расскажи, ну, ты это заметил или только мне показалось? После боя будет ясно. Ну, пока нормально, ребята. Спасибо. Ну, то есть тебе не мешала нога? Ничего не чувствуется. Нет. В бою только чувствуешь какой-то ущерб. Он мне, знаете, что почувствовалось? По концу первого раунда он там не попал в каленов. Где за 10 секунд до конца. Тогда я проснулся немножко. Ну, включился по полной. Вот это да. То есть это почувствовал. А остальное нет. Ничего не чувствовал. Что ты думаешь по поводу, извините, поведения соперника своего после боя? Он был не согласен с решением, как я понял. Я не знаю, что сказать. Я за собой слежу. Он пусть за собой последит. Не осуждая людей. То есть его выбор. Может быть, он так чувствовал. Пересмотрит бой, может. Осознает, что, может быть, не его вечер сегодня был. Я сам посмотрю бой. Видно будет. Скажу, как все прошло. Расскажи о эмоциях. Я вижу, ты сейчас улыбаешься, счастлив. Ну, конечно, радость. Какое-то облегчение в душе. Выполню какую-то миссию. Не просто так здесь нахожусь. У тебя сейчас очень крутой рекорд. 11-1. Рекорд. Рекордом. Главное, кого проходишь. Я хочу с сильными соперниками драться. Посмотрим, как будет дальше. Я собирался драться с топами, которые у нас в М1. А он как бы новый топ, получается. И так получилось, что он мне бросил вызов. Поэтому мне пришлось его принять. Я потому что не бегаю от поединков. Дальше посмотрим, кого мне дадут. А какие-то предпочтения у тебя есть? Все те же самые. Рауль, Перо Эра. Не знаю, много бойцов. У нас сейчас 70 килограмм. Самый такой насыщенный вес в М1. Какие-то титульные амбиции? Твой одноклубник Дамир Смогулов. Я не буду пока ничего говорить. Посмотрим. Чуть покажет. Вообще вот... Я стараюсь доказывать свое место в этом. У вас в клубе, как я понимаю, и 70-килограммовых ребят много, которые выступают вам один. И я уже понимаю, что там нешуточная у вас такая напряженная обстановка, потому что одноклубники бросают вызов уже друг другу. Это их дело. Я не буду пока тревать туда. Разберутся сами. Окей, тогда расскажи, когда ты собираешься вернуться в рейдж. Максимально. Не люблю много простаивать. Сейчас посмотрю, травмы залечу. Решим дальше, куда двигаться, в каком направлении. Сообщим вам, куда и как. Паша, спасибо тебе за такой крутой бой. Я надеюсь, что еще скоро выступишь. И главное, что я хочу, чтобы тебе уже дали тоже попробовать за титул побороться. Спасибо большое. Спасибо. А, и тогда последний вопрос сразу про это. Если тебе предложат титульный бой, ты готов с Дамиром подраться? Или для тебя это табу какой? Я готов с любым драться, честно скажу. С любым соперником. Но просто я не хотел бы это делать, потому что все равно я общаюсь с этими ребятами. Посмотрим, как будет дальше. Как получится, я не буду загадывать. Я живу просто сейчас здесь. Как все получится. У меня есть какие-то мысли, я стараюсь их пока не озвучивать. Все, увидите дальше, как что будет. Все, тогда поздравляю с победой. Спасибо вам большое. Смотрите Вестник ММ и не спрашиваем про план на бой. Еще множество крутейших интервью с турнира М1-92 вы можете посмотреть на нашем канале. Ну и на этом турнире мы не ограничились. Все самое интересное, эксклюзивное и инсайдерское из мира российского ММА прямо здесь, на Вестнике ММА. Так что скорее подписывайтесь и будьте в курсе того, что происходит с самым быстро развивающимся спортом 21 века. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, то будем рады донату. Ссылочка, как его произвести, в описании. Удачи!